Я вас приветствую, господа охотники! Побывали мы сегодня с товарищами на охоте, добыли дюжину куропаток и одного зайчика. Зайчик этого года, молоденький, мягкий, вкусненький. И мы, естественно, охота-неохота, без кулинарии, решили его приготовить. Вернее, не решили, потому что мы хотим кушать. И мы приготовим вместе. Для этого используем крышка казана, наша сковорода. На ней мы будем обжаривать зайчика, а потом добавим лука и лучок тоже обжарим, для того, чтобы получился лучок золотистый и придал вкус зажаренного лука. Потом у нас есть зайчик, овощи. Овощи. Добавим в этот раз свежую капусту. Будем тушить с овощами зайчика. Лук. Ну, овощи, понятно. Масло для зажарки, понятно. Специи, все, что были. Тут и перец, паприка, тмин. И, да, и немножко еще чего так. Естественно, соль. Так, и... Это не наше. Но тоже подойдет. Да. И новый чугунный казан. Предоставленный компании «Славная охота». Предоставленный компании «Славная охота». Так, ну что, приступим. У нас крышка, то есть сковорода, разогрелась. Мы ее заливаем подсолнечным маслом. Доводим до кипения, но это уже не требуется, так как оно уже кипит. И на это кипящее масло маловато. Все выливаем. Масло маловато. Вот так будет само то. Так, выкладываем сальчиком. Вот так. Это по-насому. Это сальчик по-белорусски. Глаза бы не обжить. Почки, печенка, сердечки. Ой, сердечко. Так, лишняя водичка за борт. Так, сейчас у нас идет процесс обжаривания. Так, у нас маслица куда-то подевалась. Можем добавить. Можем добавить. Кстати, у нас был очень классный стрелок. Сейчас я вам покажу вот это сердечко. А вот посмотрите вот на это. Видите, вот так надо стрелять. Видите, зайчика. Сердечко. Так, добавим маслица. А то у нас маслица пошло на воздух. Влаго у нас сковорода большая. Можно перевернуть непосредственно каждый кусочек для равномерной и красивой обжарки. О, печеночку, кстати, уже можно на закусочку поднимать. Сейчас, сейчас, сейчас. Самые голодные. Нет, еще уже... Блин, дым в глаза. Да, еще надо чуть-чуть ехать. Пару минут. Больше не надо, но пару минут надо. Ребят, не знаю, как, кто думает, до какой степени надо обжаривать. Золотистая корочка, то и сё. Вот. Но в мясе много влаги. Я обычно выпариваю всю воду. И потом только получается вот тот вкус поджаренного мяса. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Потому что, ну, я не знаю, как еще можно сделать золотистую корочку. Ну, вот у нас уже обжарилось мяско. Сейчас мы туда добавляем лучок. Сделаем его золотистым. Масло уже все впиталось. Половина сгорела. У нас был классный фейерверк, да? Поэтому сейчас надо восполнить дефицит масла. Для того, чтобы у нас лук не сгорел, а произошел процесс пассивирования. Золотистый фейерверк. Да. Золотистый фейерверк. Запах стоит просто. Вдалерный. Это еще не готовое блюдо. Это просто начало. Класс. Класс. Лук. Наш приобретает цвет золота. Из сковорода золото было, да? Пательная целая. Шикарная. У нас просто лучок. Потому, что просто изумительный вкус. Нашему зайчику придает. Зайчик уже обжарен. Уже печеночка была изъята. Сейчас немножко перемешаем Дождемся Вот смотрите уже лук Лук уже распарился Все Через минут пять Уже он дойдет До Той кондиции, которая нам нужна Так Смотрим, что у нас тут получилось Отлично Смотрите, какой голосичный лук Мясо Уже отошло от костей Практически То есть Во влаге лука Зайчик Наш уже Подтушился Сейчас мы это все переносим в казан И заливаем водичкой При помощи Помощников Помощника Который держит нашу пательню Все перекладываем В казан Красота Вы посмотрите Какая тут красотень творится Молодец Уже Уже можно Жрать Жаль, что нельзя передать запах Всего этого Но Я, находясь под сомненьком Просто Нески Такую же, пожалуйста Еще Обойдется режиссер Шкраби Давай Ну что, шкраби Сейчас вот эта Вся самая смокота Вот они Пригарочки Поджарочки Все Отлично Все стоны Отлично Андрей Снимаем Убираем И водички Да Водички Ой, как дымит Водички заливаем Чтоб только Зайчик скрылся Все, достаточно Сейчас подкинем дровишек И доведем до кипения И пусть покипит где-то Ну, полчасика Так как времени У нас ограничено Время Поэтому Рассусоливать не будем Будем ждать Я уже это готов Но еще рано Еще не готово Сейчас закипело Все, пусть кипит Ну, минут 20 Полчасика Если выдержит А потом Забросим Овощи Картошечку Морковочку Капусточку Так как у нас здесь В наличии капусты Оказывается Значит и ее туда И будем наслаждаться Ужином Просто великолепным После великолепной Славной охоты Уже прошло Минут 15 После того Как закипел Наш зайчик Сейчас я хочу Добавить морковь Так как морковь У нас Такая Жестковатая еда И долго Доходит Поэтому Я Добавляю Морковь Чтобы она Дошла до полуготовности К моменту Добавления Бульбы Да Мы уже готовы кушать Максим Как долго Еще Запах Стоит просто Великолепный Помните шурпу на утке На охоте на утку Кстати Ссылка На шурпу Будет внизу И На Соответствующие Охоты на утку Тоже будет Внизу В описании Написано Так вот Помнишь Охоту Где я варил Шурпу Мы тебя прокляли В 5 раз Шурпу Из утки Да Пацаны Уже все Там все Изнемогали А я довел Четенько До конца Все с выдержкой Ну конечно Потом Минут на 20 Моего казана Хватило Этого объема Шурпы Все Смелось Естественно Вот Так что Готовим Слюни Вытираем И терпим Запах Какой стоит Обалденный А здесь У нас еще Что-то тоже Готовится Это блинчик Из чего Из Тетерева Всего лишь Из Тетерева С рисом Да Вот так вот Банально Охотничий Скупой Ужин Вот так вот Банально Разогреваются У нас Блинчики Из Тетерева Так что Господа Охотники Молодые И не очень Для того Чтобы что-то было Не надо Планировать Думать Как это будет Что это будет Надо брать Брать ружье И идти В поля В леса А лучше Это сделать Еще и С собачкой Потому что Без собаки Это неохота Я вас уверяю Так Греются У нас Блинчики Нафаршированные Тетеревым Посмотрите Что творится Здесь Вот она Настоящая охота Настоящая охотничья кухня На костре Это все То Ради чего Мы В принципе Живем Вот у нас Парни Думавуха Прошло Уже Где-то Минут 25-30 Сейчас проверю Ребрышки Готовы Уже Косточки До мяса Добраться Вот Кусок мяса Вы знаете Сейчас долю Еще водички И Но опять-таки Немного И минут Десять Пусть оно Потомится Вот так Все отлично Сейчас Закипит Закипит Минут 5-10 Еще Пусть покипит А потом Мы загрузим Туда Кульбу Ну что ребят Пришла пора Наш зайчик Почти дошел До кондиции Добавляем Картошку И капусточку Все вместе Вот так Добавляем Добавляем Сейчас заливаем Водичку Чтобы сравнялась Только Закрыла Вот бульбу Вот Туда же и капуста Водички Еще Все Отлично Сейчас Все это Хозяйство Перемешаем И пусть И пусть Тушится Вода Вода Будет Выпариваться И Как раз К моменту Готовности У нас Вода Выпарится И Картошка Бульба Наша Ой Как дымит И бульба Наша Будет Готова И все У нас Будет готово Как раз У нас Будет блюдо Не шурпа А Тушеный Зайчик С Рудой Овощей В приятной Компании Под Классные Охотничьи Беседы Разговоры Истории И байки Это у нас Паприка Паприка Ну много не надо Вот Столечка На этот казан Так Это у нас Обычный Черный Перец На Такой Объем Наверное У столечка Тоже Будет Достаточно И Тут у нас Кориандр И вот Совсем Чуть Чуть Мы его И оприходуем Сейчас Я Перемешаю Попробую Вкус Добавлю Соль Оно Потомится Немножечко Посмотрите Косточки Голые Практически Время не прошло Ну где-то часа полтора Пацаны Меня уже Задрали Вопросами Когда Ну что Давай 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 Ну Есть Регламент У нас Получилось Практически Рагу Я бы Конечно Добавил Четверть Четверть Качана Капусты Но Парни Сказали Лупи Всю Поэтому У нас Не Тушеный Заяц С Бульбой А у нас Рагу Все Отлично Я Начинаю А пацаны А пацанам же Делина Ждать А я А ты Оператор Ну ладно Отлично Все Сейчас Сейчас Подкидываем Еще немножко Дровишек Пусть потомится Минут 15 Больше Не надо Потому что Очень хочется Кушать И будет Все Готово Вкус Уже Изумительный Зайчик Молоденький Не старый Мясо Разваливается Оно уже Отстало От костей Бульба Уже Готова Короче Рагу Уже Готова Что Ребята Огонь Погас Мы Немножко Засиделись С Холодными Закусками Супаем Так Красота Это Не Для Тебя Это Не Для Тебя Это Для Нас А вот Мамка Пришла Не молочка А рагу Принесла Все Накрываем Поляну Что Что там Все Да Да Позор Так Бед Молодь Да это непередаваемо это просто ребята если вы этого не готовите вы этого не пробуете вы не понимаете в чем смысл в принципе охоты и всего что происходит и что мы едим и какой кайф мы от этого всего получаем это не передать сейчас это просто получая запах вот этого всего что происходит я понимаю что я вот хочу уже есть когда мы уже начнем мы тебя ждали уже два часа садись и ребят всем кому понравилось видео ставим лайки подписываемся на канал жмем колокольчик чтобы не пропустить новое видео и всегда готовьте на охоте и это будет логически завершенная охота всем удачи и хороших охот всем привет всем привет передали удачи